сварил эту лодочку я думаю я понял почему электрики матерятся постоянно сегодня я вам покажу шнека роторную свою туда приблуду теперь мы хотим и мы это дело продолжим все поехали а между тем наступил новый строительный день и мы конечно же едем на стройку предисловие скажу что последнее время очень часто приходится убирать снег недавно мы с вами обсуждали даже это на стриме есть одна большая проблема это освещение потому что чищу я всегда по вечерам и когда начинаю чистить обычно ничего не видно потому что темнота датчики движения которые находятся у меня с моими прожекторами во дворе они не достают до за 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 заборной жизни поэтому я решил сделать классный отличный прожектор который будет не просто времянкой вы заметили да что я всегда делаю не временные решения такие ну глобальные надолго ну кроме конечно перил хотя наверное я их сделал уже навсегда поэтому мы с вами сегодня будем делать прожектор но как его делать и как это все будет происходить я вам покажу прям в процессе полностью как я люблю эту стройку сейчас выйду наверное из машины покажу сколько снега его просто море он сосед уже на улице поздороваться привет а мы едем сюда вон наша стройка вон наш флюгер кстати про флюгер можете посмотреть вот на этом видео вам может это конечно не интересно но я себе это записываю просто для истории просто чтобы понимали смотрите это просто снег возле моего участка вот я метр семьдесят шесть до два с половиной метра в определенных участках где-то конечно там полтора два метра не больше привет стройка вот по поводу задержания снега на крыше смотрите как хорошо держит снег за держатели то есть эта штука действительно работает но на всякий случай машинку мы поставим чуть подальше ничего необычного просто февральская капель и так друзья начнем так сказать с водных данных смотрите вот у нас стол там я чищу снег и вот там мне нужно как раз чтобы у нас было светло поэтому вот на этом столбе я решил установить светильник сам фонарь сначала давайте его изготовим и будем вешать что мы имеем из материальной базы это вот такой светодиодный прожектор датчик движения внешний выключатель который защищен от различных метеоусловий я взял вот такую распаечную коробку на всякий случай но скорее всего распаиваться я буду прямо в датчике движения потом хомуты и самое главное друзья я взял кгм он правильно кгм называется короче провод который не боится холода а почему на 4 жилы объясню я хочу сделать так чтобы прожектор мог работать и от датчика движения и от выключателя принудительно для того чтобы я не бегал включать выключать его когда чищу снег за оградой а просто включил выключатель включил и пошел чистить снег ну и изолента на всякий случай для того чтобы где-то не хомутами а изолентой прицепиться так теперь о форме нашего нового фонаря изготавливать я его буду из металла из того профиля который у меня остался также листовой металл хочу форме лодочки сделать саму защиту прожектора ну и собственно все из этих остатков мы с вами его и сделаем сейчас в стиле в каком-то типа вот этих перил поэтому давайте начнем еще и подумал если у меня не хватит металла о да снега у нас тут то я использую эту дверь верхнюю так и снять ее кстати почти не сложно всего лишь надо сюда дотянуть до из нее будет классный вариант есть еще хороший вариант это просто срезать пока крышу вот эту я честно говоря пока не знаю значение этого шкафа что в нем будет для чего я буду его использовать да мы сейчас крышку заберем точно она и потолще она хорошая отличный вариант для нашей крыши самым первым делом друзья мы должны с вами сделать радиусы так теперь мы переходим с вами гнутью для этого я не изобретал никаких инструментов я просто использовал подручные средства друзья мои но вы же понимаете что у нас это все в качестве эксперимента поэтому никаких размеров у меня нет смотрите в процессе буду немножко рассказывать сварил эту лодочку посмотрел попримерял понял что что-то немножко не так хочу доработать ее кстати а почему мы не работаем на улице тут и не дыма и ничего да переходим сюда тут классно и ветра нет а почему я раньше не догадался по поводу лодочки я решил сделать у нее дно плоская вот этот кривун мне не понравился поэтому сейчас я его спилю и туда сделаю плоское дно но со смещением и работа просто идет замечательно я кайфую от сегодняшнего дня сделали вот такую к но и как бы со смещением оси до верхняя часть больше нижняя часть меньше она будет располагаться вот под таким углом и для чего я делал именно вот эти все запилы чтобы вот здесь поставить наш прожектор а вот тут будет установлен датчик движения и все будет защищено от влаги и собственно говоря будет хорошо работать потому что вот такой датчик движения который поставил у родителей и туда попадала вода все-таки промок я не смог купить сегодня грунтовку но я купил термо краску черную ей буду красить в ней какой плюс она матовая и она очень классно ложится и смотрится есть же я красил флюгер видосе про флюгер но там правда была грунтовка здесь у меня просто нет хотя по моему у меня немножко ее осталось надо посмотреть на дома гляну так ну все сейчас мы варим крепление само оно должно быть какое-то интересное сейчас по придумываю как это все будет выглядеть по примере айю и собственно начнем варить вот такое крепление я придумал часто это пилю и наварю это я сделал для того чтобы у нас было как сейчас примерить и понять как это будет то есть вот для чего потому что бегать каждый раз на стол примерять вы понимаете это не вариант скажите это вообще порнография или нормально а просто не знаю даже вот как это смотрится сейчас нормально или нет знаете что я думаю мы прямо сейчас на этом месте наверное и приговорю прихвачу и посмотрю она как-то плосковато смотрится но если я сюда еще добавлю сейчас какую-нибудь приколюшку то будет уже интересно но мне так кажется по моему нормально но мне так кажется во всяком случае не дешево да смотрится так добротно как будто видно что ну может я сам себя уговариваю сейчас доварю и ну во всяком случае угол который мы сейчас заложили он меня устраивает мне он нравится вот в таком ключе и будем сейчас решать этот вопрос ну как вы понимаете друзьяшки я сейчас занимаюсь креплениями для нашего столба а делается то очень просто мы берем шпилечку и привариваем вот такой спутник у нас получается так ребят на сварку не смотреть аккуратненько приступаем к самой вкуснятиной начинаем собирать наш фонарь устанавливаем датчик движения и прожектор так мне нужно сделать новые крепления потому что эти нам не подходят я обрежу эти хвостики приварю сюда и все все тает все меняется и только у нас с вами идет работа основная задача вот этого датчика движения рвать фазу правильно но мы хотим сделать так чтобы наш прожектор можно было принудительно включать выключатель поэтому что мы сделаем мы фазу которую мы рвем повешаем с двух сторон на нее контакты на выключатель соответственно мы сможем просто обходить датчик движения тем что включаем включатель и он соединяет цепь которую разрывает датчик движения то есть по сути мы замыкаем это навсегда так ну все теперь спаиваем схему собираем ее кстати я использовал экструдированный пенополистирол для того чтобы подложить под датчик чтобы влага никоим образом не смогла сюда попасть первым будет вот так находиться осталось только вот это все собрать друзья так уж повелось что все свои видосы я записываю для того чтобы спустя какое-то время я мог посмотреть и повторить то что уже подзабыл я сейчас хочу нарисовать схемку которая очень простая но в ней добавлен еще выключатель а вот в этом уже весь интерес ну у нас как бы нет доски для рисования поэтому будем делать это на двери я думаю ничего плохого от этого не будет что мы сделаем это на двери итак смотрите допустим вот здесь у нас находится датчик движения у которого три клеймика их здесь вот видно здесь элька нейтраль и на на фонарь так мы их и назовем эль нейтраль и а фаза подходит у нас на фазу нейтраль я я нейтраль всегда называю нейтраль это ноль на самом деле просто я электрик еще такой себе поэтому я дико извиняюсь так вот так они подходят у нас на свои шинки по идее дальше вот здесь у нас подходит лампочка и вот так эта вся схема должна работать но нам надо в эту схему добавить еще выключатель для этого мы делаем просто здесь подключаем и подключаемся здесь и все и все то есть иными словами мы просто выключатель запитываем вот в эту и вот в эту шинку по сути датчик движения так и работает что он берет и соединяет эти два контакта наша задача сделать это искусственно мы делаем это через выключатель теперь давайте все это реализуем на нашем прожекторе по идее по-хорошему бы стоило бы это пропаять но с другой стороны наше энергопотребление 50 ватт не будет большой нагрузки если провод хорошо держится крепление можно и не волноваться так теперь все это дело надо очень аккуратненько красиво упаковать давайте этим мы и займемся это было здесь лишним так надо защитить от перетираний от всяких температурных расширений так далее да ну конечно если потом ремонтировать что-то наверху ясно это не получится это все придется снимать сто процентов теперь мы хотим принудительно включить мы включаем теперь мы хотим от датчика движения он тоже включается осталось поставить время необходимое но это я попозже мне осталось только сейчас из сложностей это выставить правильный свет когда она будет включаться чтобы она днем не включалась что я решил сейчас сделать это покрасить вот это в серебро так будет лучше по моему мнению но проще закроем основные приборы на выключить это защищу друзья от всей души хочу поблагодарить вас за помощь в реализации данного проекта у вас сейчас возник вопрос а каким образом мы помогаем вы покупаете мед соответственно у меня появляются финансы для того чтобы делать дальнейшие вот такие движения для тех кто вновь зашел на наше видео я покажу как выглядит эта баночка которых осталось кстати не совсем так уж и много и цена у нее 400 рублей за 1 и 6 килограмма соответственно 250 рублей за килограмм но у меня остался только в такой таре пока на сегодняшний день конечно же в июле появится разный ассортимент и смотрите на сайте скоро я его отремонтирую там будет корзина для заказов работать в полноценно шарковский-мед.рф заходите смотрите там очень много полезной информации и очень много советов как сделать разные взрослые напитки из меда ладно мы продолжаем сейчас вы спросите а нафига это делать что зимой можно жилетом первое мягче падать а второе сейчас я смогу выше поднять фонарь и он будет прикреплен выше то что у меня просто нет для этого оборудования а я делаю все из подручных средств а сегодня ребят еще момент сегодня я вам покажу ротор шнека роторную свою туда приблуду в каком состоянии я ее сделал поэтому не переключайтесь дождитесь где-нибудь серединке фильма она появится а знали вы как я боюсь высоты а как говорят в десанте кто если не мы Я понял, почему электрики матерятся постоянно, потому что у них что-нибудь падает, и чтобы это достать, надо спуститься вниз, а это же нервы, это же время Слушайте, ну натянул я прям вообще хорошо, если бы я купил такой вариант в магазине, он не был бы таким замечательным Так, ну короче, теперь надо что, лезть вниз за болгаркой или использовать мой надежный метод, знаете, как я делал, я просто вот так делал, и это работает, представляете Но есть один минус, потом это снимать получится только один раз, а вон ту последнюю мы оставим с одним умыслом Сейчас я на нее фиксану вот этот трос, сейчас, во-первых, я ее изолентой промотаю хорошенько Ну, короче, если теперь этот фонарь придется снимать, то надо будет строить леса Я пытался дозвониться до электриков, спросить, что могу ли я это сделать или нет, мне не удалось Но я так предполагаю, что если я подключаюсь от своей линии электропередач, ну то есть от своего щитка, то какая разница, что висит на столбе Тем более, что, например, ставить прибор учета на этот столб нигде не регламентируется, я на это имею право полное Поэтому я думаю, если я не внедрялся в тело этого столба, то есть ничего к нему не прикручивал, ну я имею ввиду не бурил, не анкерил То значит я имею право, в принципе, ничего страшного нет, что я к нему вот таким образом фиксанусь Но, друзья, если все-таки вы что-то знаете по этому поводу, поправьте меня, пожалуйста Теперь я должен потихоньку спускаться и фиксировать один провод к другому аккуратно и надежно Этим я сейчас и займусь Я хотел сначала это сделать на хомуты, но потом решил, что а нафига Так, ну работать в перчатках, конечно, очень удобно с изолентой О, друзья, ну уже становится менее страшно, честно говоря, привыкаешь Была мысль, что я сейчас все это дело вот так оставлю до вечера, до темноты Настрою датчики движения, настрою прожектора и потом только все это дело разберу Но у меня возникла мысль, а зачем мне это все дело ждать до вечера, если я могу потом взять когти у электриков, у ребят знакомых И просто залезть и все это настроить, там тем более осталось только эти кружочки покрутить и все Поэтому вечера дождаться не буду Друзья, вот такая штука получилась Сейчас я для вас еще и сниму, как она будет выглядеть без всяких этих лестниц Но, по-моему, уже даже прикольно, да? Поэтому вот такой небольшой видосик у нас получился сегодня в эти выходные Я думаю, он вам понравится Это не специально Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал И до скорых встреч, друзья! Я же чуть не уехал уже и забыл совсем вам показать Как я и обещал, шнекороторный свой этот проект Я уже почти сейчас уехал Хорошо, что я вспомнил про это Сейчас я открою, чтобы вы просто знали, что это за проект и как он выглядит Вот так эта конструкция выглядит То есть шнеки, которые я уже начал делать Получается, вот этот шток вращается Он будет вращать сами шнеки, которые будут скучковывать внутрь снег А здесь будут стоять уже выбрасывающие эти элементы Вот, они готовы Так, а это поверху будет все вращаться Это все готово Нужен мотор Нужно доварить Нужно укрепить всю эту конструкцию Все То есть вот этим мне нужно заниматься Но я пока не нашел на это время И я принял решение, что этим буду заниматься ближе к въезду То есть я уже здесь заказывал, видите Здесь все укреплено Дополнительно надо доварить специальные крепления Вот тут сделаны эти отверстия для того, чтобы туда пустить косауры То есть я сразу говорю, что делаю на века И делаю конструкцию крепкую Закладываюсь по материалам Здесь трешка Здесь четверка Это, по-моему, двуха Но ее надо было гнуть, поэтому она двушка Вот, барабан тоже, по-моему, из трехи сделан из металла То есть она, в принципе, эта конструкция крепкая И мы за этот проект с вами возьмемся Только чуть позже Потому что сейчас наша с вами задача ехать в дом А это, конечно, будет работать Ну и еще для нее надо будет приобрести какой-то автомобиль Скорее всего, это будет Нива Я предполагаю, что эта конструкция с хорошим бриджстауновским мотором Будет работать По моему мнению, это должно работать В комментариях, друзья, напишите Хотите вы этот проект, чтобы я его продолжил Или пока... Ну, конечно, вы напишите, наверное, что хотим Но мы его обязательно с вами начнем Может быть, летом Может быть... Не знаю Давайте вот мы найдем под это время Когда я буду максимально свободный И мы это дело продолжим Потому что проект, ну, вы видите Он как бы не потерянный Он, видите, все приварено Все сделано То есть, все настроено Все отцентровано Просто я его забросил Из-за того, что у меня не было На это достаточно времени Но он не разбирается Он не выбрасывается Проект будет завершен Во всяком случае, продолжен он точно будет С вашей помощью С вашими советами и комментариями Поэтому, друзья, как обещал Я вам его показал Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok